Монавт только что вышел на Netflix и был шокирован увиденным. Всё было настолько не похоже на мои ожидания и заставило меня посмотреть на многое иначе. Атмосфера фильма была спокойной и умиротворённой. Она передавала одиночество, которое чувствовал Якоб в космосе, будто я смиренно наблюдал это одиночество почти два часа. Мы наблюдали разворачивающуюся историю, имеющую глубокий смысл и множество разных вещей, которые можно вынести. Давайте уйдём из этого мира. К начиналу и концу и каждой вибрации, которая когда-либо была, и разберём космонавта. Хочу предупредить, видео будет содержать спойлеры. Что значит конец? С концовки можно сделать несколько выводов. Я начну с того, что она была похожа на Интерстеллар, но не была такой глоткой и впечатляющей, как фильм Нолана. Это было чуть более собранным и двусмысленным, как, возможно, и подразумевалось. Я видел в интервью с создателем, что они сказали, что хотели, чтобы зритель почти сомневался, было ли это реальным. Ну и есть аргументы с обеих сторон. Был космонавтом. Его мечтой всегда был перелёт на край Юпитера. Однако его желание быть космонавтом поставило преграду между ним и его женой Ленкой. После полугода пребывания на корабле, направлявшегося к фиолетовому призраку, заполнившему небо на 4 года, Ленка решила не отвечать на его звонки и покинуть его. Она записала сообщение, что всё между ними кончено. Однако космическое агентство не стали демонстрировать ему это сообщение, потому что боялись его возможной реакции, особенно когда он стоял на грани завершения миссии, где в наше уравнение включается Хануш. Сущая, похожая на паука, появившаяся на шаттле, путешествовавшим из-за захвата их планеты Грампами, доставившая его бежать. Хануша привлекала способность видеть боль и одиночество, переживаемые Якобом. Только когда Хануша ставил Якоба столкнуться с Ленкой, стояя у него на первом месте, он начал изменяться. Повторяющийся мотив, обещащая, «Ты идёшь, куда я иду, и я иду, куда ты», было в сердце отношения Якоба и Ленки. Но он нарушил его, уйдя в космическую миссию и не будучи рядом с ней, когда она больше всего в него нуждалась, как, например, когда они потеряли первенца. Он думал, что миссия была именно тем, что он хотел в жизни, но находясь на краю вселенной, в сейфе и отдалённой точке, где когда-либо было человеческое, он осознал, что, хотя он думал, что то, что стоит перед ним, было тем, что он больше всего хотел, это не было так. Он хотел, что там была только Ленка. Мы увидели мемориальное видение Якоба, представленное нам как представление паука. Предполагаю, что это был странный визуальный эффект, так как всё было искажено, словно мы смотрим через несколько разных глаз. Основание считать Якоба эгоцентричным в том, что он никогда не был частен с Ленкой и не делал попыток понять её боль, понять её или раскрыться перед ней. Конечно, всю свою личность и миссию впоследствии сосредоточат на себе. Вот возникла его одиночность, пока Тьпрай Хануш наскучил и надоел ему, ведь не менялся и не понимал, что с ним творится. Хатер Якоба в полной мере обнаружили, когда мы утомали о гибели Хануша, и они не сообщали Якобу, так как он никогда не спросил о них как следует. В конце Якоб поставил жизнь на карту, чтобы спасти Хануша. Но это было невозможно. Вместе прошли через пурпурное облако, называемое Намачалом. Они оба испытали всё времена, начало и конец, а также все воспоминания Якоба. Это была межномёзная часть фильма. Мы видели, что для Хануша это конец, поглотивший его бубнисты, для Якоба это новое начало. Он выжил, когда казалось, что сша умирает. И нашли южнокорейские астронавты. Они хотели сделать то же, что якоб, собрать образец пурпурной пыли. Тем он позвонил Ленке. Сказал, если бы знал, что знает теперь, никогда бы не ушёл. Но она ответила, если бы я знал то, что знаю сейчас, и поцеловал бы я тебя. А потом, когда её спросили, согласится ли она с Якобом, она сказала, что это был действительно хороший поцелуй. И фильм оборвал пары на чёрном экране, показывая, что она, вероятно, готова дать их браку ещё один шанс, если он вернётся на Землю. Заставила Якова дойти до самой дальней точки, где раньше никого не было во Вселенной, и стать самым один-одинным человеком в мире, чтобы понять, что он любит свою жену и перестать быть эгоистом. И что это надуманная история. И я думаю, что именно поэтому она просто не возымела эффекта. Потому что она несущественна. Она просто не очень много экстремальна по своей сути. Однако не только про отношения с Ленкой говорилось. О том, как он изменился как личность, и как смирился со смертью своего отца, и осознал, что он прожил свою жизнь для кого-то, кто умер, своего отца, а не для себя и Ленки. Почему мы видели изменения в мышлении. Он чувствовал, что должен быть в два раза лучше, из-за действий, которые его отец совершал, словно хотел заставить отца простить его грехи. Отсюда закрытости и сдержанность от пережитой травмы в молодости. Но понял, что открытость может быть полезной, и что в жизни нужны люди. Настоящий ли Хануш? Это одна из тех ситуаций, где Хануш может быть реальный или нет, а для истории всё равно. Старается думать, что Хануш был настоящим. Якоб находился где-то в Вселенной, далеко от всех. Возможно, он мог стать исследователем из другого мира, который наткнул на него и был заинтригован его чувствами. Хотел понять, кем именно был Якоб, и повлияло на его изменения. Мне нравится мысль, что Хануш – лишь плод воображения Якоба. Косьма одиноким. Самым одиноким во Вселенной, как заметила девушка в ночешкове. Что если, проведя шесть месяцев в одиночестве, далеко от всех, имея лишь свои мысли, переживая прошлое и сожживая, он задумался о прожитых годах. А что если Хануш – это воплощение и характеристика его мыслей, которые отражаются обратно в него? В оригинальной книге утверждается, что Хануш – реально, но я искренне считаю, что это подлежит трактовке. Здесь нет правильного или неправильного ответа. Это просто отражание ваших восприятий, понятий. Очень понравился фильм, особенно его спокойствие, его умиротворение, тишина и спокойствие. Музыка на заднем плане усыняла и точно передавала столь слегка некомпортное настроение якобы, и вместе с окружением это было что-то. Вклад Пола Даны, озвучивающего Хануша, в мирность происходящего был заметен. Голос шел ему кстати, и каждый раз он говорил, худой человек, это меня забавляло. В его голосе не было эмоций, и тем не менее он был полон эмоций, сложно описать это. Адам Сэндлер и Кэрри Маллиган прекрасно сработали. Что происходит с Кэрри Маллиган последнее время? Мне кажется, что она снялась во многих лентах. Я не жалуюсь, потому что она отличная, но... уже ли только я обратил внимание? Солт Берн, Маэстро и вот это. Что происходит с Кэрри Маллиган?